МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отец народов предупредил его. Никому ни слова о подробностях смерти Серго. Ничего, кроме официального сообщения. Ты ведь меня знаешь. Официальное же сообщение, опубликованное в газете «Правда» чуть позднее, звучало в точном соответствии с уже озвученной Сталином версией. 18 февраля, в 18 часов 30 минут, в Москве, у себя на квартире в Кремле, от паралича сердца скоропостижно скончался народный комиссар тяжелой промышленности, член Политбюро Центрального комитета ВКПБ, товарищ Григорий Константинович Орджоникидзе. Что же пытался скрыть Сталин, угрожая безутешной вдове только что умершего Орджоникидзе? Какие именно подробности смерти Серго ни в коем случае не должны были стать известной широкой общественности? Сплетни, которые, несмотря ни на что, вскоре поползли по стране, давали на эти вопросы однозначный ответ. Вовсе не сердечный приступ стал причиной смерти Орджоникидзе. Его жизнь оборвала пуля. Григорий Константинович Орджоникидзе, которого товарищи по партии любовно звали Серго, умер достаточно молодым. 51 год – самый расцвет для мужчины, который все еще полон сил и уже достиг вершины своей карьеры. Смерть, которая забрала его именно в тот жизненный момент, казалась особенно жестокой и несправедливой. Он вошел на самый Олимп, политический пост, наркома тяжелой промышленности. Это вот в эпоху индустриализации, можно сказать, очень важный пост. Не просто хозяйственное ведомство, это ведомство, которое стояло вот именно на таком самом прорывном направлении и вот обеспечивало руководство грандиозного процесса создания тяжелой индустрии в России. Ему досталась нелегкая доля доводить до конца первый пятилетний план. И вот возникают металлургические комбинаты. Магнитогорск, Запорожье, Кузнецк. Появляются новые заводы. Станкостроительные, шарикоподшипниковые, тракторные, комбайновые, автомобильные. Появляются авиазаводы. Страна приобретает ощутимые черты индустриальной державы. Знаменитый советский режиссер, один из столпов мирового кинематографа Дзига Вертов получил срочное правительственное задание. После неожиданной смерти наркома Серго Орджиникидзе сделать фильм о его жизни. В 1937 году фильм был закончен и вышел на экраны под названием «Памяти Серго Орджиникидзе». На кадрах хроники, которые вошли в фильм, было отчетливо видно – страна действительно любила Серго. Проститься с ним, проводить его в последний путь пришли многие. И те, кто знал и любил его, и те, кто лишь видел его на трибуне Мавзолея или слышал по радио его выступления – всегда эмоциональные, энергичные и уверенные. Гроб с телом по установившейся традиции был выставлен для прощания в колонном зале Дома Союза. Комиссия по организации похорон сообщала, что свободный доступ в колонный зал будет открыт с 12 часов 19 февраля. При этом о времени кремации и о похоронах обещали сообщить дополнительно. Похороны, как тогда было принято, прошли пышно. Даже пленум, планирующийся, на котором должен был выступить Орджиникидзе, был отодвинут на три дня. Он состоялся позже. А в газетах везде выражалось соболезнование. Помимо официального некролога в газете «Правда», напечатали и врачебные заключения о смерти товарища Орджиникидзе. Подписали его народный комиссар здравоохранения СССР Каминский, начальник лечебно-санитарного управления Кремля Ходоровский, профессор, доктор медицинских наук Левин и дежурный врач Кремлевской амбулатории МЕЦ. Заключение, составленное этими ведущими медиками страны, звучало так. Товарищ Орджиникидзе страдал артериосклерозом с тяжелыми склеротическими изменениями сердечной мышцы и сосудов сердца, а также хроническим поражением правой почки, единственной после удаления в 1929 году туберкулезной левой почки. На протяжении последних двух лет у товарища Орджиникидзе наблюдались от времени до времени приступы стенокардии, грудной жабы и сердечной астмы. С утра 18 февраля никаких жалоб товарищ Орджиникидзе не заявлял, а в 18 часов 30 минут внезапно, во время дневного отдыха, почувствовал себя плохо, и через несколько минут наступила смерть от паралича сердца. Уже с лета 1936 года он практически не появляется в своем рабочем кабинете. Точнее, если появляется, то довольно редко и чаще всего болеет. Я думаю, что если на долю каждого выпадет такое количество арестов, тюремного заключения, ссылок в Сибирь, гражданская война, борьба за установление советской власти в многонациональном Кавказе, борьба с противниками сталинской новой линии, нового курса, индустриализация, всего этого достаточно было, чтобы и без того не очень крепкое здоровье Арджиникидзе привело его к смерти. Многие исследователи, рассуждая о возможных причинах смерти Сергея Арджиникидзе, обращают внимание на то, что тогда, в середине 30-х, для человека, который жил с одной почкой, никаких долговременных жизненных перспектив в принципе не существовало. Однако, как установило наше расследование, это мнение в корне ошибочно. Уже в те годы вовремя сделанная операция по удалению больной почки приводила к полной реабилитации больных. Если их не оперировать, то судьба их выглядит достаточно печальной, потому что может достаточно быстро развиться хроническая почечная недостаточность. Если же вовремя соперировать, то при условии полной сохранности другой почки человек может прожить столько, сколько ему отмерит судьба. То есть неопределенное число лет. Операция Сергея Арджиникидзе была сделана своевременно. Причем занимался им ведущий советский специалист-уролог, знаменитый на весь мир Сергей Петрович Федоров. Личность по определению современников поистину уникальна. Выпускник медицинского факультета Московского университета, он довольно долго проработал в Москве, а потом был приглашен в военно-медицинскую академию в Петербург. В столице Российской империи Федоров стал одним из ведущих хирургов страны, дослужился дочина тайного советника и в конце концов был приглашен ко двору его императорского величества в качестве лейб-хирурга и непосредственного куратора-наследника цесаревича Алексея. Кстати, именно профессор Федоров был последним человеком, с которым Николай II беседовал непосредственно перед своим отречением от престола. Беседа была довольно продолжительной, и только детально выяснив у Федорова о болезни наследника, о том, что эта болезнь совершенно неизлечима, Николай II подписал отречение от престола. В советские годы Федоров продолжал работать хирургом в военно-медицинской академии и стал фактически одним из основоположников отечественной урологии. В буйные постреволюционные годы его неоднократно арестовывали, но всякий раз выпускали. И даже не потому, что ведущие врачи мира тут же стеной вставали на его защиту. Просто в своем деле он был лучшим, а стареющим кремлевским бонзам помощь талантливого уролога становилась нужна все чаще. Не стал исключением и Сергородженикидзе. Федоров прооперировал его, и вскоре он уже совершеннейшим образом оправился от своей почечной болезни и зажил нормальной жизнью. Так что больная почка ни в коей мере не могла стать причиной его смерти. Другое дело стенокардия, или грудная жаба, как ее называли в те годы. Именно этот диагноз и попал во все официальные документы о смерти от Дженикидзе. И именно о нем с удивительной настойчивостью говорил Сталин. С высочайшего, так сказать, повеления был установлен конкретный диагноз. Этот конкретный диагноз – разрыв сердца. Так и фигурировал потом в соответствующих документах и в прессе. На самом деле тогда же по всей Москве распространились слухи, согласно которым Ордженикидзе скончался не от мифического разрыва сердца, а от конкретной пули. Единственное, что никто не знал, эту пулю он выпустил сам в себя, или эту пулю ему кто-то, так сказать, преподнес. В мемуарах Никиты Хрущева есть эпизод, в котором он рассказывает о том, как сам узнал правду о смерти от Дженикидзе. В один из выходных дней, пишет Хрущев, когда я был на даче, меня известили по телефону, что внезапно умер Серго Ордженикидзе, и Полинбюро включило меня в комиссию по похоронам. Прошло много времени. Я всегда отзывался об Ордженикидзе очень тепло. Как-то уже после войны я был на обеде у Сталина. Там вели какие-то разговоры довольно беспредметные, и я заметил. Серго – вот человек был. Умер безвременно, молодым. Жалко такой потери. Тут же Берия отозвался о Серго как-то недружественно, а больше никто ничего не сказал. Кончился обед, мы вышли. Маленков говорит, слушай, ты что неосторожно так сказал о Серго? А что ж тут неосторожно? Серго – уважаемый деятель. Да он застрелился, ты знаешь? Я говорю, нет, я сам его хоронил, и нам сказали, что Серго скоропостижно умер в выходной день. Нет, говорит Маленков, он застрелился. Вообще все смерти вот этих 30-х годов, они все под большим вопросом, кто там участвовал, кто? Вот, и все ли они умерли своей смертью? Конечно, самоубийство – это грех и прочее, но бывают такие ситуации в жизни, когда это является единственной формой выражения протеста. И он это чувствовал очень хорошо. Он, повторяю, он был очень такой, очень такой, при его вот этом шумном, при этом громовом, так сказать, крики и так далее, и так далее, он был все-таки очень такой тонко организованной, человеческой структурой, понимаете? Арджиникидзе, в отличие от многих своих товарищей по революции, теперь при Сталине, поднявшихся до вершин власти, сохранил такие качества, как искренность, демократизм, верность тому революционному братству, которому он принадлежал в течение многих лет. Ни об одном другом члене сталинского политбюро Ленин не мог сказать того, что было сказано им об Арджиникидзе в одной из последних работ. Лично принадлежу к числу его друзей. Вот эта система товарищеских отношений, было общество политкоторжан, там, сын поселенцев и так далее, и это была вот эта товарищеская среда. И поскольку он занимал достаточно высокое положение в партии, в государстве, то, естественно, и просто к нему и ходили про каким-то чистые, иногда бытовые нужно. Посмотрите в его архиве, сколько всяких записок с просьбой помочь с жильем, помочь с путевкой, помочь дать дотацию, компенсацию и так далее. Он это всегда никогда не отказывал, надо сказать. Все они считали друг друга друзьями, товарищами, делаем общее дело. Арджиникидзе в это свято верил. То есть для него они все были как братья. И вдруг между этими братьями начинается такая политическая поножовщина. По рассказам современников, раскол в партии, который произошел поначалу между Зиновьевым и Каменевым с одной стороны, и Сталином, Рыковым, Бухариным с другой, Арджиникидзе воспринял особенно тяжело. Для него это была настоящая трагедия. Во время одного из обсуждений, Рыков резко напал на Зиновьева и Каменева и потребовал, чтобы они ушли из руководства партии. Те в знак протеста действительно ушли. Сталина эта ситуация вполне удовлетворил. Он добился того, чего хотел. Арджиникидзе, напротив, переживал ужасно. Арджиникидзе буквально разрыдался, потому что у него на глазах рушилось это партийное братство. Он бросился за ушедшими уговаривать их вернуться. Чем отчасти, можно сказать, сорвал сталинскую комбинацию. И это очень важно для понимания судьбы Арджиникидзе. Он ценил это братство выше государства, империи, власти. Вот ему очень было важно, что мы вместе, мы такая вот семья большевистская. А большевистская семья доживала последние годы. Люди просто уже ненавидели друг друга. Когда началась система с иской и слежкой, и так далее, когда люди стали бояться откровенничать, то тут уже, конечно, все изменилось. И он это тоже очень хорошо чувствовал. Вот если взять его переписку, опубликованная же переписка по лидеру, 30-е годы, это сборник такой. То есть, как меняется тон его переписки со Сталином. Как появляется вот эта какая-то дистанция. Хотя сохраняется Коба, Серго, все атрибуты товарищества, братства, они есть. Но что-то уже происходит. И это при том, что все эти годы Орджоникидзе оставался предельно верен Сталину. И лично. И той политической линией, которую он все более уверенно проводил. Недаром во время жестокого скандала, который разразился в тот момент, когда Орджоникидзе пытался приструнить руководителей Грузии, один из них назвал его сталинским ишаком. Орджоникидзе тогда вспылил и дал обидчику по физиономии. Был громкий скандал и серьезное партийное разбирательство. Впрочем, комиссия под руководством Дзержинского пришла тогда к выводу, что хоть рукоприкладство и не наш метод, но по сути товарищ Орджоникидзе был прав. Сепаратистские настроения грузинского руководства, которое не желало принимать беженцев из районов, охваченных голодом, требуя взамен экономических привилегий, осудили все. В результате скандал с непартийным поведением Орджоникидзе был по-тихому замет. В силу своей эмоциональности Орджоникидзе считался чем-то вроде совести партии. В силу такой некоторой широты души кавказской он со всеми был в друзьях. И многим казалось, ну вот это человек, который рассудит. Орджоникидзе был человеком решительным и эмоциональным. И это во многом вело его по жизни и во многом, может быть, и привело к гибели. В большой советской энциклопедии издания 1939 года Орджоникидзе назван верным учеником и ближайшим соратником великих вождей коммунизма Ленина и Сталина. Далее сказано, что троцкистско-бухаринские выродки фашизма ненавидели Орджоникидзе лютой ненавистью. Они хотели убить Орджоникидзе. Это не удалось фашистским агентам. Но вредительская работа, чудовищное предательство презренных право-троцкистских наймитов, японо-германского фашизма, во многом ускорили смерть Анджоникидзе. Но даже в те годы все, кто хоть что-то... Не залились в том, что вместо право-троцкистских наймитов и японо-германского фашизма в качестве виновников скоропостижной смерти Серго, правильнее было бы назвать лично Сталина и Берию. Орджоникидзе начал не то, чтобы активно выступать против Сталина, а явно, называется, ему стало неуютно. Это видно по многим вещам. Ему стало неуютно, когда поставили к стенке особенно каменью Зиновьева. Не нужно было особенно быть умным, чтобы понять, что рано или поздно очередь дойдет и до тебя. Даже с рецептной точки зрения. Потому что явно, что Сталин убирал всех тех людей, которые знали Ленина, которые знали историю партии хорошо, которые знали Сталина тоже хорошо. Осложнение отношений со Сталиным можно отнести где-то приблизительно к 1934-1936 году. Этому способствовала конфронтация Орджоникидзе с Берия. В 1932 году Орджоникидзе выступил против назначения Берия секретарем Закавказья. В связи с этим Берия предпринял все возможное, чтобы осложнить взаимоотношения Орджоникидзе со Сталиным. Никита Хрущев в своих мемуарах писал. Кое-что об Орджоникидзе мне после смерти Сталина рассказал Анастас Иванович Микоян. В частности, рассказал, что накануне самоубийства Серго, они вдвоем, Микоян и Орджоникидзе, очень долго ходили по Кремлю разговаривали. Серго сказал тогда, что дальше не может так жить. Сталин ему не верит. Кадры, которые он подбирал, почти все уничтожили. Бороться со Сталиным он не может и жить, сказал, так тоже не может. Так значит, действительно, произошло то, что сегодня юристами называется доведением до самоубийства. И это, наверное, наиболее точная версия. Хотя в 80-е, в 90-е годы стали появляться, что нет, его убили. Хотя нам всегда кажется, что если просто убили, это недостаточно, надо, чтобы еще зажарили, понимаете. Нет, это совершенно точно. Смерть Орджоникидзе – чистой воды заказное политическое убийство. И кто же заказал? Ясное дело, Сталин. Ну, конечно, больше же у нас некому. У нас во всем, если виноват, то Сталин. Страшнее волка, зверя нет. Ну, а чем другим объяснить все то, о чем родственники и друзья Орджоникидзе рассказывают? Действительно, многие сегодня убеждены в том, что Серго Орджоникидзе был убит по приказу Сталина. В качестве подтверждения приводятся следующие доводы. Многие близкие сотрудники Орджоникидзе перед его гибелью и сразу после нее были арестованы, а то и расстреляны, что явно указывает на настроение Сталина в отношении самого Орджоникидзе. Были также репрессированы родственники Серго. Первым, в 1936 году, арестовали старшего брата Орджоникидзе. Именно Папулия Орджоникидзе в свое время дал Серго рекомендацию в партию. И вот теперь он оказался за решеткой. Причем произошло это прямо накануне празднования 50-летнего юбилея Серго. Орджоникидзе не мог помешать этому. Он связывался по этому поводу с Берием, со Сталиным, но безрезультатно. Это было впервые, когда родственника, члена политбюро, арестовали и расстреливали. В 1938 году, уже после смерти Орджоникидзе, его жену Зинаиду Гавриевну приговорили к 10 годам заключения, а затем, по решению тройки, расстреляли. В том же году был арестован и осужден другой брат Орджоникидзе, Иван. Следом за ним на тюремные нары отправилась и его жена. Наконец, в 1941 году был арестован третий брат Орджоникидзе, Константин. Был также репрессирован племянник Орджоникидзе Георгий Гвахария, директор Макеевского металлургического завода. Практически все родственники, которые знали о смерти Орджоникидзе, были репрессированы. Также под нож попали врачи, которые составляли акт о смерти Орджоникидзе. Каминский, Ходоровский, Лемин. Все они были сначала арестованы, а потом расстреляны по сфабрикованным делам. Города, в свое время переименованные в честь Серго Орджоникидзе, без шума переименовали вторично. Орджоникидзе стал Цао-Джикао. Орджоникидзе град бежится. Серго – Кидиевка. Иван Михайлович Гронский, ответственный редактор газеты «Известия», арестованный в 1938 году, в своих воспоминаниях утверждал, что большинство близких и друзей Орджоникидзе были убеждены в том, что он не покончил с собой, а что его прикончила, как он говорил, ежовская шайка. Это, что вполне можно было предполагать, учитывая нравы того времени. То есть Сталин предчастен, с моей точки зрения, без сомнения, к смерти Орджоникидзе. Вопрос – это было все-таки убийство, его убили, или все-таки сам покончил с собой. Вот этого я уже ответить не могу. Вот как для многих. Ну, то, что готовилась эта смерть. О том, что желательно было для Сталина эта смерть. Это без сомнения. Существуют некоторые свидетельства, которые также ставят под сомнение версию о самоубийстве Орджоникидзе. По словам ряда близких к нему людей, Серго в последние дни своей жизни был весьма энергичен и не проявлял никаких признаков депрессии, ведущей к суициду. Семен Гинсбург, пожалуй, единственный, переживший репрессии сотрудника Орджоникидзе, чьи мемуары мы также приобщили к материалам нашего частного расследования, много позднее вспоминал. Все люди, хорошо знавшие Орджоникидзе, кому были известны его поступки, намерения, замыслы, в частности, в последнее время, когда он готовился к предстоящему плену МЦК, не могут допустить и мысли о его самоубийстве. Он тщательно готовился к тому, чтобы решительно выступить против массового избиения кадров партии, руководителей промышленности и строительства. Не похоже, конечно, что он действительно совершил самоубийство, но душа потемки, как говорится, и психология в данном плане, наверное, предусматривает возможность, да, и самых вот таких неожиданных импульсивных поступков. Но, еще раз говорю, да, не похоже. Вот, лично у меня складывается впечатление, что он был готов действительно дать бой. В своих воспоминаниях Гинзбург приводит записку бывшей сотрудницы наркомата тяжелой промышленности Сидоровой. В этой записке, адресованной непосредственно Гинзбургу, женщина излагает факты, которые ей под большим секретом сообщила Зинаида Гавриловна Орджоникидзе, вдова Серго. В первой половине дня, 18 февраля, сообщает Сидорова, на квартиру Орджоникидзе пришел неизвестный его жене человек, который сказал, что должен передать лично Орджоникидзе папку с документами политбюро. Через несколько минут после его появления в кабинете Орджоникидзе там раздался выстрел. Но куда же после этого пропал этот человек? Кто такой человек не разглядели? Стрелял ли он не разглядели? Как он уходил не разглядели? То есть тут опять возникает еще много вопросов. Если убийство было, то оно было сделано настолько искусно и мобильно, что, как говорится, тут уже очень сложно найти виновных, да? И доказать, что действительно убийство было как таковое. А я слышала, что Орджоникидзе не застрелили, а отравили. Господи, откуда же вы это взяли-то? Откуда, откуда люди говорят? Говорят, что кур даят. Про глупости эти ваши в газетах не пишут, а про Орджоникидзе писали. И действительно писали. Правда, всего в одной. Да и та обладала репутацией весьма скверно. Издавал этот листок под названием бюллетень оппозиции Опальный Троцкий за границей. И на его страницах печатали все. Сплетни, домыслы и откровенные выдумки с одним лишь условием. Лишь бы они порочили Сталина. И вот в номере за июнь 1938 года некий корреспондент, который назван Б.Р, пишет. В Москве говорили, что Орджоникидзе умер на заседании после бурного объяснения со Сталином. Но в ГПУ и этой версии не верили. А говорили, что Орджоникидзе был отравлен. Преспондент прямо указывает, что это не факт, а слух. Но тот же самый слух подхватывает и Троцкий. В книге Сталин он пишет. Именно об отравлении говорили в связи со смертью Орджоникидзе. Что ж, оставим все это на совести убиенного Льва Давидовича. И вернемся к тем, куда более весомым доказательствам, которые приводят историки с целью доказать. Орджоникидзе был застрелен по приказу Сталина. И в первую очередь потому, что сильно мешал ему в разворачивании репрессий. Однако и в этом случае следует признать. При всей стройности косвенных доказательств, с помощью которых пытается убедить общественность в том, что Орджоникидзе был убит, нет ни одного действительно весомого, прямого. И вряд ли когда-нибудь будет. Версия самоубийства, по крайней мере, базируется на мемуарах и речах Никиты Хрущева. Но можно ли считать этот источник надежным? Ведь мы в наших предыдущих расследованиях не раз убеждались в том, что Никита Сергеевич, сочиняя свои воспоминания, слишком часто искажал истину в угоду политическим интересам. Своим, в первую очередь. Я считаю, что доверять воспоминаниям Хрущева нельзя ни в коей мере. Случайно я был очевидцем их вообще рождение. Когда они появились в своем первом большом варианте, я прочитал и пришел в ужас. Никакими вещественными доказательствами Хрущев не располагал. Все, что он пересказывает в своих мемуарах, это слухи и только они. При таких шатких обстоятельствах любой криминальный следователь сегодня не станет заводить даже уголовного дела. Все это приводит к тому, что версия о самоубийстве подвергается очень большому сомнению. Такова моя точка зрения. Но мы, к сожалению, не можем допросить ни Хрущева, ни Маленкова, ни Микояна и узнать, откуда они узнали это все. Мы вынуждены иметь дело с теми крохами исторических фактов, иногда очень низкого качества, низкого доказательного уровня, какие мы имеем. А имеем мы вот что. Не вызывает никаких сомнений тот факт, что Орджоникидзе, несмотря на свою неизменную преданность Сталину, был величиной в политике вполне самодостаточной. Он принадлежал к когорте старых большевиков, привык иметь свое мнение и, главное, привык к тому, что с этим его особым мнением считаются. Он познакомился со Сталином задолго до того, как тот стал отцом народов, а потому не боялся в беседе с ним настаивать на своем. Многие вспоминают громогласные скандалы, которые устраивал Орджоникидзе своему другу Иосифу. Один из них произошел незадолго до смерти Серго. Орджоникидзе тогда протестовал против обыска, проведенного НКВД в его квартире в Кремле по приказу Ежова. Сталин, в отличие от Серго, в ходе этой беседы оставался предельно спокоен и ответил, что НКВД может провести обыск даже в моей квартире. Орджоникидзе уехал к себе, но ближе ко второй половине дня опять решил переговорить со Сталином. На этот раз по телефону. Он кричал так, что это слышали все, кто находился по соседству. И, судя по всему, Сталин в этот раз тоже не смог удержать себя от откровенного скандала. Ругались бывшие друзья по-грузински, так что никто не знает, о чем именно шла речь. Но то, что поссорились они всерьез, было понятно и без слов. Сталин не мог сказать, что ему не нравится то, что, например, он Орджоникидзе ведет себя так независимо. А он, Сталин, хотел бы, чтобы он ему подчинялся. Ну, так сказать было нельзя, понятно. Но вот, зато можно было осуществлять такие завуалированные удары, обвинять людей в том, что они вредители. Тем самым дискредитировать самого Орджоникидзе и готовить его смещение с поста руководителя наркомата. В 1966 году Микоян писал. Серго остро реагировал против начавшихся в 1936 году репрессий в отношении партийных и хозяйственных кадров. Об этом же более конкретно рассказывал уже упоминавшийся нами Семен Гинзбург. В середине 30-х годов, писал он, работники наркомата тяжелой промышленности стали замечать, что Орджоникидзе, обычно жизнерадостный и уравновешенный, все чаще возвращался с заседаний наверху грустным и задумчивым. Бывало, у него вырывалось, нет, с этим я не соглашусь ни при каких условиях. Я не знал точно, о чем идет речь, и, конечно, не задавал никаких нескромных вопросов. Но иногда Серго спрашивал меня о том или ином работнике, и я мог догадываться, что, очевидно, там шла речь о судьбе этих людей. В частности, можно вспомнить случай, наиболее выдающийся, на мой взгляд, в данном плане, это случай с директором Криворожского металлургического комбината, который был обвинен в вредительстве. Орджоникидзе очень сильно в это дело вмешался, и мало того, что с директора были сняты все обвинения, более того, был наказан секретарь горкома, который допустил, да, такое самоправство, как было сказано. Это уже осень 36-го года. Орджоникидзе была такая черта, у него была большая большевистская семья, но в каждом месте, где он руководил, он тоже воспринимал это как такую свою семью. То же было и на Кавказе, когда он бил морду, он как бы наказывал своего, там, младшего брата в своем, видимо, восприятии. А когда он руководил нарком-тяжпромом, то он уже был здесь большой отец. И он последовательно боролся за свое право защищать нужных ему специалистов от репрессий. О своих конфликтах с Орджоникидзе по этому поводу рассказал на февральско-мартовском пленуме ЦК сам Сталин. Сталин говорил тогда, что Орджоникидзе страдал такой болезнью. Привяжется к кому-нибудь, объявит людей лично ему преданными и носится с ними вопреки предупреждениям со стороны партии, со стороны ЦК. Сколько крови он испортил на то, чтобы отстаивать против всех таких, как видно теперь, мерзавцев. Далее Сталин назвал имена соратников Орджоникидзе из числа тех, кого Серго защищал от преследований. Сколько крови он себе испортил, и нам сколько крови испортил. Кстати, эти слова Сталина о Орджоникидзе сохранились только в стенографических отчетах о заседаниях пленум. При подготовке материалов к печати Сталин лично вычеркнул все упоминания о Орджоникидзе. Почему? Неужели только потому, что тот активно противостоял ему и возражал против репрессий, как сегодня считают многие исследователи? Все обстоит иначе. Или очень многое из того, что известно, обстоит иначе. Орджоникидзе сопротивлялся курсу на репрессии. Это ошибка. Примерно в самом начале февраля он выступал с речью очень жесткой, из которой становится ясно, что он совсем не противостоял Сталину по этому вопросу. Я не думаю, что Орджоникидзе пришел и вот пора прекратить репрессии, там это не соответствует, там туда-сюда и так далее. Да нет, просто, понимаете, работать же было невозможно. Он только что, скажем, создает инженерную группу, руководители и так далее, и сажает на решение проблем, связанных с такой-то технической задачей, как про их проходит две недели, и вдруг из этой самой группы Егода изымает какое-то ядро, и все начинает сыпаться. Вот, и это было, конечно, полно до скандала. А главное, Орджоникидзе никак не желал соглашаться с тем, на что ему неоднократно и настойчиво указывал Сталин. Но не верилось ему в то, что вокруг сплошные вредители. И в первую очередь, потому что многих из них он знал лично. Причем с тех времен, когда все они еще только-только начинали делать общее дело. Революцию. Это было совершенно невозможно для него. Поверить, а значит, идут фальсификации, и людей заставляют признаваться в том, в чем они заведомо не виноваты. И он начинает проверку этих дел. Что делает Орджоникидзе? Орджоникидзе организовывает сервию инспекционных поездок по стране. В частности, наиболее видной была поездка в Нижний Тагил. Тут он послал своего сотрудника Гинсбурга, который оставил много интересных воспоминаний об Орджоникидзе, с которым он вместе работал. И, судя по всему, они накопали очень много материалов, которые должны были показать, что борьба с ругительством является блефней. У ругительства нет на самом деле. И все эти материалы нашли свое отражение в том докладе, который Орджоникидзе должен был произнести на февральском мартовском пленуме. Сохранились сведения о том, что проект этого доклада Сталин прочел и вернул Орджоникидзе на доработку. Но желаемого так и не добился. Орджоникидзе текст поправил, но в нем так и не появились нужные Сталину слова о вредительстве на производстве. Видимо, Орджоникидзе до последнего пытался убедить Сталина в том, что он неправ, что дела фальсифицированы. А когда выяснил, что Сталину-то все равно, что Сталин в курсе, что он преследует какие-то другие цели, которые для Орджоникидзе являются дьявольскими, он, по всей видимости, свел счет из жизни. Это было еще хорошее решение, понимаете? Потому что он избежал пыток, он избежал позора, который был. Он остался в качестве героя и гражданской войны вообще, как замечательный человек в своей эпохе. Поэтому психологически я, например, могу сказать, что да, мог себе пустить пулю в лоб, но под давлением, конечно, именно того, что сделал Сталин. Версию о самоубийстве Орджоникидзе поддерживал и Молотов. В ходе своих бесед с поэтом Феликсом Чуевым Молотов говорил в первую очередь о том, что своим самоубийством Орджоникидзе поставил Сталина в очень трудное положение. Молотов так характеризовал последний поступок Орджоникидзе. Нашел легкий способ. О своей персоне подумал. Это было против Сталина, конечно. И против линии, да, против линии. Это был шаг очень такой, плохой. Иначе его нельзя толковать. Чуев тогда спросил Молотова. Когда Серго застрелился, Сталин был очень злой на него? Безусловно, ответил Молотов. В показаниях жены Орджоникидзе, Зинаиды Гаврионовны, которые сохранились в ее следственном деле, заведенном после ее ареста в 1938 году, есть и рассказ о последних часах жизни ее мужа. Зинаида Гаврионовна на допросе рассказала, что после своего последнего телефонного скандала со Сталином, Орджоникидзе вернулся в свой кабинет и работал до двух часов следующего утра. Он отказался лечь спать, отказался есть и разговаривать с друзьями по телефону, а целый день что-то писал. В 18.30 Зинаида Гаврионовна услышала звук выстрела и, вбежав в комнату, увидела его мертвым. Она тут же позвонила Сталину, но хотя его квартира была рядом, он пришел не сразу, и уже в сопровождении членов Политбюро и Ежова. Тогда-то Сталин и определил раз и навсегда причину смерти Орджоникидзе, разрыв сердца, и пригрозил Зинаиде Гаврионовне, чтобы она держала язык за зубами. Так что же получается? Все-таки самоубийство, которому Орджоникидзе, по сути дела, подвели. Смерть в начале 1937 года в обстановке еще не начавшихся массовых репрессий, но в обстановке жесточайшей борьбы за новую Конституцию, за новый закон о выборах, предусматривающий выборы альтернативные, порождают массу слухов. Правда, не тогда, не в 1937 году. Спустя 60 лет все, кто не знает истории нашей страны, своей страны, кто не знает биографии Орджоникидзе в деталях и подробностях, полагают, а 1937 год, но, конечно же, он застрелился, не перенес ужасов происходящего. К сожалению, любителей такого рода легенд это чистый вымысел. Доказательства самоубийства Орджоникидзе нет. Предсмертную записку никто не видел, никто не читал. Неизвестно даже тип огнестрельного средства, с помощью которого Орджоникидзе как бы якобы покончил жизнь самоубийством. Что это было? Охотничье ружье, пистолет, совершенно неясно. Не найдено ни пули, ни гильза. При таких уликах говорить о каких-то о факте самоубийства крайне затруднительно. Что-то я уже ничего не понимаю. Что с ним сталось-то? Если это не самоубийство, так что же? Дококнули его умельцы из КГБ. Да так, что даже следов не осталось. Но ведь никаких доказательств-то нет. Если были бы, какие же они тогда умельцы? А дальше это крыто. Так или не так, убийство или нет? Точного ответа на этот вопрос мы не получим никогда. Вот это как раз можно утверждать со стопроцентной уверенностью. Конечно, версия самоубийства, уж тем более убийство, выглядит куда более трагичной, а потому привлекательной. Но факты, как известно, вещь упрямая. А в их свете только самая первая версия смерти Орджоникидзе, то есть смерть от сердечного приступа, выглядит более или менее подтвержденной официальными документами. Мы вынуждены признать первую версию смерти единственной верной, потому что никаких других доказательств, чего бы то ни было, не существует. Нравится нам это или нет? Конечно, существует какая-то вероятность, что это не так. Но никаких доказательств нам история не оставила. Если мы считаем историю точной наукой, мы должны твердо стоять на почве исторических свидетельств. Версия, согласно которой Орджоникидзе умер вполне естественной смертью, ничему не противоречит. И более того, идеально вписывается в общую картину развития событий. Да, Орджоникидзе в последнее время очень переживал и нервничал. Да, он жестоко скандалил со Сталиным. Да, он очень волновался перед своим выступлением на пленуме, на котором ему предстояло зачитать доклад о вредительстве на производстве. А вернее о том, что большинство дел такого рода чистой воды фальсификация. Тот самый доклад, с которым Сталин был категорически не согласен. А еще в последнее время он был чрезвычайно подавлен тем, как на его глазах рассыпалось партийное братство, а его товарищи по революции с жестокостью волков вцеплялись друг другу в горло. Многие историки из всего этого делают вывод. Вот вам и повод для самоубийства. Но ведь куда естественнее выглядит ему. Такая нервотрепка на фоне регулярных приступов стенокардии куда вернее могла привести не к суициду, а к инфаркту. Смерть от пролеча сердца это как раз та версия, в которую отказываются верить ученые-историки. Трудно сказать, почему, но это факт. У нас нету ни малейших доказательств версии самоубийства. Любая версия нуждается в каких-то подтверждениях. Подтверждений нету. Это домыслы, при этом родившиеся спустя полвека после смерти Орджоникидзе. И доказать сторонники самоубийства никогда ничего не смогут. Да и надо ли это делать? Умер Орджоникидзе от разрыва сердца или от того, что покончил с собой? Суть ведь от этого не меняется. Человек, который до конца дней оставался истинным романтиком революции, большевик, для которого революционная дружба была важнее всего, не смог жить в том мире, который с неумолимой неизбежностью формировался вокруг него. Его жизнь оказалась словно бы последним запором на некой платине, которая сдерживала мутные воды большого террора. Орджоникидзе умер и плотина оказалась прорванная. Пусть это прозвучит жестоко, но товарищу Серго еще безумно повезло. Ведь ему не довелось увидеть того, что началось в стране после того, как урна с его прахом была торжественно под артиллерийский салют замурована в Кремлевскую стену. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok